Сама идея вот этого обсуждения, который назван «Танец и травма», я думаю, что здесь нужно немножко расшифровать эту историю. Понятно, что это инвариант вот этого названия конференции «Боль и творчество» или там «Творчество и боль» и, соответственно, «Танец и травма» — это тоже один из вариантов вот этой же оппозиции. И сама идея, она появилась, наверное, года три назад, что нам нужно на эту тему как-то поговорить и разобраться. И в первую очередь это было связано с таким распространением термина «травма». Буквально он начал распространяться очень широко и, как многие такие широко распространяемые явления, сразу вызывает потребность в осмыслении этого. Но прошло уже три года. На мой взгляд, это в нашем современном мире это большой срок. За это время очень многое уже произошло в информационном поле, в таком социальном поле. Мы все лучше знаем на своем опыте, что такое травма, потому что для некоторых людей пандемический период, для некоторых важно, да, это тоже вполне себе травматический опыт. То есть мы все с этим как-то имеем дело. Но тем не менее, мне кажется, все равно очень важно наводить вот такую вот резкость концептуальную на то, что мы этим называем, как это определяется и как мы с этим можем быть. И основная идея, вот куда я хочу, чтобы наша дискуссия могла бы, ну если не прийти, но по крайней мере протечь рядом, это о том, какое место, в том числе творчество, имеет, какое есть место для творчества в процессе исцеления травм. Вот. Это будет сюрпризом для всех, что именно этот топик, вот, что именно эта тема. Но мне хочется, чтобы мы действительно посмотрели в эту сторону, что если вот это исцеление травмы, это не только какая-то работа по возвращению целостности, но что возвращение целостности, но в нем важно или должно быть место для творчества, вот, чтобы мы могли посмотреть на это, в том числе и в контексте работы с травмой. И, соответственно, мы понимаем, что вот этот термин, он, наверное, больше всего распространился сначала с появлением понимания того, что есть посттравматическое стрессовое расстройство, да, то есть это понятно, что законодателем мысли, когнитивной моды здесь являются Соединенные Штаты Америки и особенно вот та самая война во Вьетнаме, вот. И с тех пор как-то вот эта вот тема начала звучать, но в последние годы как раз очень, что ли, вот это понятие травмы, оно распространилось на многие другие области, да, что оказывается, что травма — это не только событие, но травма — это событие и реакция на него, событие и реакция на него, которое превышает адаптивные возможности конкретного человека. И в этом смысле мы не можем иметь, ну вот, что если было событие, то это травма. Не обязательно, да, то есть это еще зависит от того, кто встречается с травмой. Вот. И с одной стороны, как-то это было очень полезным, с моей точки зрения, вообще обозначить это явление, что оно есть, что оно может быть более распространено, чем мы об этом думаем, там, вот, с одной стороны. А с другой стороны, и плюсом, наверное, является то, что люди понимают, что это не с ними что-то не так, что, может быть, в мире что-то не так, и это нормальный ответ на ненормальные обстоятельства, что тело именно так и может реагировать. У нас нет других вариантов вообще. Вот. И в этом смысле девиктимизация таких вот людей, переживших травмы — это очень хороший момент. С другой стороны, вот есть другая тенденция о том, что любой термин, он может распространяться, в том числе распространяться на те области, где, может быть, нужен другой термин или такой вот, как это, любой термин — это в каком-то смысле вирус, который распространяет сам себя, да, то есть мем такой. Вот. И, соответственно, как-то вот можно ли, вот какую боль, или есть люди, которые любое свое больно, болезненное переживание могут назвать травматическим, да, то есть вот мы можем с этим встретиться. И вот где лежат эти границы, когда это уже становится излишним, и что тогда лучше использовать, или как к этому лучше подходить, а где это точно, вот какой-то травматический опыт. Вот. Это некая преамбула, которую я хотел предварить. И, соответственно, мне хочется, чтобы каждый сейчас уже рассказал с такой позиции, чтобы, ну, более подробно представился и, соответственно, рассказал бы о своем опыте, с чем вы работаете, и своих отношениях с термином «травма», и там, насколько это имеет дело ваше, имеет место в вашей работе, и, в том числе, а где вы ставите границы этого термина, что вот это уже или еще не «травма», или уже не «травма», а вот это «травма». Александра Вильвовская, она же Виля, со мной еще, там, рифмую слово «эмбодимент». Помимо того, что вот я занимаюсь непонятным словом «эмбодимент», я еще сертифицированный травмотерапевт и много лет работала именно как терапевт, как это сказать, с клиентами, которые приходили с такого рода запросами, да, с предположением, что, ну, вот, либо что-то случилось, да, либо что-то у меня не получается, и это я соотношу с каким-то опытом в прошлом. И я довольно глубоко в этом смысле погружена в тему вокруг слова «травма». Я использую это слово, при этом я понимаю, что, ну, есть у меня такое предположение, что еще год-два-три, и это слово просто разотрется, как факт, да, мы перестанем его так активно использовать, и вместо этого придет какое-то другое слово или какое-то другое словосочетание, которое более точным образом будет схватывать тот факт, что на текущий момент организм, да, или там человека, да, или какой-то группы людей как единого целого функционируют вот таким образом, да, каким-то неоптимальным, может быть, неэффективным, неадаптивным, некреативным, да, и повышенным какие-то, какие-то повышенные реакции. Да, в этом смысле мне кажется, что, ну, вот само слово как-то оно рассосется, но для меня я всегда на эти процессы или вот на эти обстоятельства, которые помечены словом «травма», смотрю именно в поисках ответа на вопрос, как человек это делает, вот что он делает, что с ним сейчас происходит, что он сейчас делает телесно, какой отклик, как он сейчас это делает, да, буквально телом, и дальше уже, там, я не знаю, интеллектуальными какими-то мыслями, выстраиванием отношений и так далее, и так далее, и так далее. Потому что когда, в этом смысле, вот мой фокус, да, про то, что если мы понимаем, как человек это делает, да, или как группа людей это делает, если мы говорим о каких-то коллективных процессах, то тогда мы можем что-то менять, и мы можем говорить о… Ну, я еще учил, когда мозг костей, да, и для меня даже там исцеление, да, это в каком-то смысле переобучение, да, или там восстановление каких-то навыков, или развитие каких-то навыков. И с практической точки зрения, да, вот мне кажется, что когда мы понимаем, как человек это делает, да, мы можем понять, а как он еще может этому, может научиться это делать, да, и в этом смысле на каком-то пути исцеления. И еще одна мысль, которая мне в последнее время очень нравится, мы так с коллегами в нашей международной тусовке это обсуждаем, вот мы можем говорить об исцелении, да, и в том числе о роли, о способах, о роли танца или какой-то другой, извините, другого вида деятельности, да, других каких-то других форматов, в исцелении, да, и в этом смысле, когда мы говорим про травматические реакции или проявления, да, мы все время невольно адресуемся к такому медицинскому клиническому дискурсу, да, то есть это когда вот речь идет о проявлениях, которые на минус 10, да, такие прям сильно какие-то сложные. Например, обычная, да, то есть это несложная как бы травматизация, да, когда человек научился жить таким образом, что когда он сталкивается с какой-то трудностью, он говорит, ну окей, я ее победю, и делает телом вот так, да, и это такой немножко очень по-русски, я бы даже сказала, весь мир на плечах, и только мы плечом к плечу вырастаем землю тут и выстоять, да, и дальше в одно рыло чешет решать задачку, да, то есть изолируя по сути себя от любой коммуникации, взваливая на себя повышенную ответственность, да, и это может быть очень сильно, да, и такой минус 10, да, а может быть минус 2-3, он просто трудоголик такой, вполне себе социально приемлемый. И в этом смысле клиническая задача или такая терапевтическая задача, вот вывести человека из минуса в какой-то, ну, условный ноль, чтобы это было не так ярко, и при этом есть еще и возможность дальнейшего развития, да, и это какое-то прям там развитие какой-то, да, там лучшие супермены получаются сначала из тех, которые нашли свой индивидуальный уникальный способ компенсировать свою травму, да, и, например, прокачать вот этот навык «Я один», и это полетели, значит, всех спасать, а потом его добрый терапевт немножко, как это сказать, исцелил, и он уже, и он развил какую-то другую способность, например, собирать людей для того, чтобы творить добрые дела. Но терапевт забыл ему сказать, что можно остановиться, что уже достаточно, да, и человек начинает прокачивать вот этот вот дополнительный скилл и таким образом там какую-то другую суперсилу нарабатывает. И в этом смысле вот этот вот момент с творчеством, да, он здесь иногда очень ярко проявляется в каких-то таких вот сюжетах. Про творчество будет еще отдельная история, да? Павел Шнейдерман, телесный практик из Москвы. Хороший вопрос, который ты задал про границы травмы. Я это вижу для себя. У меня такое определение, что травма – это то, с чем человек не может справиться сам, в принципе. То есть это что-то, что обязательно требует присутствия другого. И это отличается просто от какого-то сильного стресса или какого-то сильного эмоционального дискомфорта. У меня есть такой образ, что травматика – это человек, у которого топологически пространство личности изменено. Ну, допустим, он был как шар, потом в нем пробили дырку, и он превратился в бублик. И у этого бублика у него принципиально другое устройство. Сквозь него там проходит воздух или руку можно просунуть. Сам человек может про это не знать. То есть он вот эту свою травму в общем случае не наблюдает как имеющуюся. То есть можно сказать, что жизнь в таком случае, как путешествие по поверхности этого, соответственно, здоровый человек по шару путешествует, он там видит всякое. А травматик внутри своего бублика или по поверхности, вернее, по поверхности своего бублика. И, соответственно, он каждый раз не понимает, почему вдруг что-то свистит, почему тут вот ветер, почему что-то не так. И он пытается с этим справиться. Соответственно, задача терапевта как-то ему помочь разными способами. Есть кто-то там через ресурсирование, кто-то через отзеркаливание, кто-то еще какими-то другими способами. Но, во всяком случае, терапевтическая роль здесь в том, чтобы дать возможность как-то соприкоснуться с его имеющейся реальностью. И я не считаю, что всегда травма курабельна, как говорится, что можно ее исцелить, прийти к некому целостному новому состоянию. И, как вот Виля сказала, иногда, в моей интерпретации, что иногда наши трансформированные раны становятся сильными сторонами. Например, если мне в детстве приходилось быть очень внимательным, чтобы не попасть на агрессию своих родителей, я развиваю повышенную чувствительность к эмоциональным оттенкам. С одной стороны, я травматик, потому что громкий голос может меня выбить и зажаться под шкаф, а с другой стороны, я обладаю суперситхой тонко наблюдать состояние другого человека. И это позволяет мне быть замечательным психологом, например. Такого рода истории. То есть вот эти способности являются... Соответственно, когда болевые мои исцеляются в области, то есть я уже не так сильно реагирую на громкий голос, обучаюсь с этим быть, мои способности к этому самому, вот именно слушать, воспринимать, и замечать тонкие какие-то грани, уделять внимание частностям и так далее, они становятся моим супероружием, моей какой-то силой для того, чтобы работать с другими людьми. Я Анна Титова, я соматический терапевт. Вот мне интересно подумать на эту тему вообще про слово «травма», и я прислушивалась во время вашего рассказа. И вообще я понимаю, что в моём языке я практически не пользуюсь словом «травма». Иногда я прям замечаю, что я вот так вот прям вижу, оно где-то висит, где-то висит. И иногда его интересно наблюдать, какой отклик оно даёт в пространстве группы, какой отклик он даёт у участников, когда они заявляются. Иногда это прям «дайте мне, дайте», иногда это «нет-нет». И я очень замечаю, что слово «травма» оно очень большой заряд несёт в себе. И у каждого это свой опыт. И произнося это слово, мы волей-неволей, телесно, куда-то ещё убегаем впрыгиваем, привносим что-то большее. Я не использую это слово в названиях своих классов, но либо использую как-то очень редко. Мне кажется, что когда я смотрю конкретно на эту тему, что для меня важно, что вообще-то мы внутри жизни находимся, что слово «травма» не прерывает процесс, непрерывный процесс жизни. И когда происходит любое большое событие или маленькое, как бы мы его ни оценивали, это ряд непрерывностей, и мы продолжаем исследовать эту жизнь. «Ммм, а как она сейчас?» «А что вот это происходит?» «Как мы можем непрерывно меняться вместо того, чтобы пытаться вернуться в себя прежних или создать лучшую версию себя, или прокачать какой-то хороший скилл?» «А как можно продолжить играть с этой непрерывностью, с тем, что я со временем меняюсь, и в 20 лет, в 30, в 50, в 80 — это разные состояния?» И, наверное, к этому я так обращаюсь в своих клиентах напрямую. Наверное, у меня немного клиентов, кто пришли бы со словами «я к вам с травмой», «да, давайте с этим работать». Те, кто приходят, мы всё равно играем в жизнь, мы всё равно играем в тело, и всё равно мы пробуем смотреть, как можно к этой жизни относиться с любопытством, как этот танец не прерывается даже там. Мне очень откликается вот эта тема, где граница переносимости, и как мы схлопываемся, обращаясь к этой теме, к травме, что что-то не так, что что-то происходит. И вот как внимание работает, что оно становится очень маленьким и таким дрожащим. И вот эта способность видеть больше, способность видеть больше связей. И в этом плане, ну, я последний год-полтора исследую тему фасциальных связей и переношу это в соматику. Я смотрю, насколько ещё невероятно крутая наша система тела, насколько она потрясающая. Внутри системы коммуникации моего тела простроена, например, иммунный отклик, умение понимать, где я, не я, на органическом уровне. Это мудрость клеток, которые тоже, они никуда не уходят. Они невероятно работают. И вот мне, наверное, интересна вот эта органическая часть, прям телесная-телесная, глубоко туда. И я очень верю, что психика и наш эмоциональный интеллект, и мы в целом можем учиться у этой мудрости, раскрывая вот эти связи. Через них много, как-то для меня, очень такая щедрая призма. Я как исследователь в этом поле. Когда я слышу, ты говоришь, что травма — это очень сильное слово, и само использование травматического нарратива, привнесение его уже поднимает очень многое. И в своих группах, когда я веду тренинг, терапевтическую группу, и когда появляется эта тема, я обращаю внимание, что чаще всего эту тему приносят люди с психологическим образованием. Вот, первый момент. И второй момент. Мне очень важным оказывается в этот момент прямо обозначить для всех, что мы как-то... Да, что травматический опыт — это часть жизненного опыта, и что все, кто здесь присутствуют, это trauma survivors. То есть не те, кто пережили травму, а те, кто выжили или победили, выжили после травмы. Все, кто здесь присутствуют. Те, кто не вышел, среди нас нет. Вот. И вот это вот важный момент, что уже привлекая вот этот вот термин, вот этот дискурс травмы, используя этот термин, мы... Важно помнить, что мы уже здесь находимся с неким опытом, как мы смогли справиться, каким-то образом, но мы смогли с ним справиться. Может быть, не самым эффективным, может быть, тем образом, который лишил нас чего-то, но мы все равно справились с этим, то есть жизнь продолжается. В этом смысле как-то связывается мой опыт с тем, что говорила Виля и с тем, что говорила Аня. Хотя, конечно же, вот этот момент все равно достаточно тонкий. Вот где боль, это просто боль, а где боль, это уже такое нарушение, которое искажает вот этот вот внутренний образ личности, о чем Павел говорил. Вот где эта граница-то лежит? Вот я бы хотел, чтобы мы прям вот туда более внимательно могли бы посмотреть, можем ли мы это как-то вот услышать, где эта граница лежит? Хочет ли кто-то высказаться на эту тему? Ну как-то я сейчас очень много погружаюсь в тему травмы, изучаю все такое, но у меня ощущение, что я как будто еще не имею достаточно оснований, чтобы что-то умное заявлять, как какие-то положения, я скорее могу поразмышлять и из своего опыта что-то сказать. И вот из своего опыта, если я распознаю, вот что в моем случае было травмой, проявлениями травмы, то это когда на определенный ряд событий у меня запускается такая реакция, которую я не успеваю отследить, не успеваю остановить, и только потом я уже соображаю, что да, я отреагировала вот так. То есть там есть какой-то момент, где я не управляю, и сценарий происходит сам по себе. Но в моем случае это было, что если кто-то поднимет на меня руку, я сначала разобью ему нос, даже если он в шутку это сделает, а потом я замечу, что я это сделала. Даже если я не разобью нос, я предприму попытку. И вот для меня показатель, что я вышла из этого, то, что даже человек может меня ударить, я замечу, что произойдет, я замечу свои чувства по этому поводу, и я могу вообще не отреагировать или выбрать, как отреагировать. То есть у меня появляется выбор. Соответственно, про меня вот эта граница, это насколько я осознанна, насколько я управляем, или у меня запускается механизм, механизм, который лежит за пределами моего контроля. Наверное, что-то такое. И сейчас еще вторую вещь хотела сказать, сейчас вспомню. Сейчас, ну, потом вспомню, скажу. А из роли преподавателя школы? А, да, вот это как раз второе. Ну, опять же, я считаю, что я пока не имею права из роли преподавателя говорить. Я могу сказать, что говорили мои преподаватели? Или что я замечаю, что, ну, как сказать, что говорили мои преподаватели, и мне очень хочется в это верить, я как-то к этому присоединяюсь, что человек, как бы западая вот в эти вот реакции, которые там непродуктивные, не помогают и так далее, куда-то его не туда уводят, он неспроста туда попадает, и он неспроста эти ситуации создает, а именно потому, что его система хочет вернуться в классное состояние, он нацелен на исцеление, он все время ищет поводов. Другое дело, что он находит эти поводы и не справляется, находит и не справляется. Но именно вот этот импульс, что не просто вот человек травматик, вот теперь он каждый раз улетает в травму. Система ищет повод дать себе шанс эту ситуацию снова пережить и выйти из нее по-новому. Но просто от того, что нет навыков там себя все-таки удержать, поддержать и сохранить, то он каждый раз не выходит. И, соответственно, получается, что то, чем мы можем ему помочь, в том числе, это дать ему поддержку и навыки, в том, чтобы он себя там как бы сохранил и не давал себе улетать, заметил, что он это делает. Это раз. И второе, что вот именно как преподаватель могу сказать, сказать, что человек, по моим наблюдениям, человек не попадает в травму, когда все плохо. Когда все плохо, он как раз справляется, потому что у него включаются все замечательные защитные механизмы, он прекрасно там живет обычно. А именно, когда есть ресурс и, соответственно, у системы появляется надежда, что, а, наконец, у меня есть ресурс, я сейчас справлюсь, все там травмы, которые стояли в очереди, они тут же, я, 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 давай со мной разбираться, и они тут же приходят и тут же как бы показывают свое лицо. Вот, когда просто там, например, человек зашел, ну, то есть, конечно же, возможно, по-другому, но это вот то, с чем я чаще всего сталкиваюсь на группах. То есть, если я как препод буду просто плохо себя вести, жестить, создав небезопасное пространство, с большей, ну, как бы, с большой долей вероятности люди просто подумают, ну, как бы, они не пойдут в то, чтобы работать с собой, и у них не будет подниматься этот материал, они просто будут, ну, как бы, защищаться в этой ситуации и просто будут держать себя в руках. Вот, а если я создам ощущение у людей, что можно, наконец, и есть ресурс, вот, чем больше я его создам, тем больше, как бы, у человека появится вообще, как бы, шанс, возможность, ощущение, что возможно сейчас, и иногда прям это бывает так, что у человека, ну, как я это вижу, да, что формируется такое, если не сейчас, то никогда, наконец, у меня есть ресурс, все, поехали. И, как бы, и вот все начинает литься прям ручьем. Вот, соответственно, то есть, мне важно, наверное, через это сказать, что это работа с травмой, это не только про создание ресурса, а именно про создание навыков, там, самого просто ощущения, что все хорошо, есть ресурс недостаточно, очень важно вот это, про отработку навыков, и, возможно, это даже важнее, чем, ну, или первичнее. Такой есть аспект, как грань некоторая, которая может показать вот как раз то, что ты, о чем ты спрашиваешь, о вот этой вот дифференциации, да, вот, мне кажется, во-первых, у человека без рефлексии, скорее всего, какого-то понимания того, что он находится в травме, в общем случае нет. То есть, он просто понимает, что ему там плохо, и для него это нормально. То есть, это, почему психологи говорят про травму, а не психологи не говорят. Это не потому, что у психологов травма, а у непсихологов травмы нет. Это потому, что уровень рефлексии в какой-то момент позволяет понять, что что-то не так. Но эта же рефлексия играет и злую шутку, потому что она может, какие-то мелкие истории или самопотакание раздувать до каких-то немыслимых этих самых и вот уже там то что на тебя там не так посмотрели в три года в детском садике становится основой идентичности и пожалуйста все меня любите жалейте и не повышайте при мне голос вот в этом смысле там как-то действительно очень сложно найти вот эту вот нащупать эту грань вот но мне кажется одна один из аспектов это вот функциональность да то есть насколько я могу свои цели осуществлять свою какую деятельность вести и как выглядят остановки для меня вот то есть что меня останавливает от моей реализации повторяющие если повторяющиеся сценарии которые раз за разом меня абортирует мою деятельность на если какие-то яркие циклы которые все время приводят к краху и поражение неспособности или каком-то боли вот и вот соответственно в моей работе там когда ко мне приходит люди обращаются с какими-то там дискомфортами чаще физически имели самозатруднениями дыхания или просто с усталостью напряжением и потом оказывается что под этим лежит какой-то глубокий комплексный материал вот только в этом месте когда он всплывает мы можем уже свидетельствовать вот это вот явно присутствует что-то отличное просто там усталости стресса напряжения я бы сказал что есть какой-то такой элемент драматичности в проект проявлении человеку которую под подлинного проявления драматичности более глубокие более интенсивные чувства которые как раз они могут быть даже скорее можно говорить о неожиданности проявления этих чувств или о какой-то их радикальном различии модули относительно того что изначально заявлялся человек приходит все его все его там заколебало какая-нибудь гибель то есть это совершенно другая реакция хотя маскироваться может быть я вот сидела слушала думала из как бы не с какого опыта ответить на этот вопрос наших обучающих программах у нас есть такое злостное правило что если что-то нет то сразу после первого модуля на терапию а если что-то совсем нет то до первого модуля к травматерапевту иначе приходите через год мы в этом смысле очень как это сказать недоброжелательные ребята потому что как сказать вот это вот сегрегация по принципу травматического опыта вот такая чувствительность состояние наших студентов связано с тем что у нас довольно интенсивная нагрузка и нам важно чтобы люди справлялись с тем в том числе и телесным эмоциональным опытом который предполагается на программе и на что мы обращаем внимание на то если вслед за некоторыми современными представлениями о том что есть травма как она в теле проявляется из чего возникает в каком-то смысле да она напрямую завязана стрессовом отклика если мы обнаружили вот этот вот ярко проявленный стрессовый отклик в любом варианте в обстоятельствах которые не предполагают какой-то интенсивности классическое упражнение например везде почти его используют да там один человек стоит другой человек к нему приближается да и кто-то говорит достаточно да кто-то пропускает это уже проиндивидуальные факторы а кто-то начинает очень бурно реагировать да или мы еще салфетками кидаемся в людей да и опять же смотрим какая реакция просто на стрессовый стимул если овер реакция то для нас это повод сказать обратитесь к специалисту вам нужна эта работа вот для меня это где-то здесь и для меня это вообще находится в другом пространстве в другой плоскости по отношению к бурным эмоциональным переживаниям по какому ни было поводу то есть у меня как будто критерий в другом месте находится на штусовке да да то есть основная история про это да и опять-таки да еще раз подчеркиваю что у вас может быть в том числе здесь разные люди с разным опытом присутствуют может быть какая-то своя история здесь и свое мнение или ну какие-то еще другие другие варианты понятно что мы здесь вы высказать какой-то правильный максимально покрывающие все определение то есть скорее действительно интересно поразмышлять на эту тему интересно собрать информацию и опыт на эту тему ну вот именно как в клинической психологии травма рассматривается как расщепление на внешне нормальную часть личности и эффективную часть личности что человек может ходить выполнять свои ну быть внешне нормальным но на какой-то стимул активизируется часть личности вытесненная и реакция очень бурная и смысл терапии в том чтобы прожить этот опыт чтобы внешне нормальная часть личности признала что этот опыт был, а аффективная часть личности признала, что этот опыт был в прошлом, он в настоящем, и тогда терапия заканчивается. И вот я как психолог пришла к вам, к телесникам, потому что я заметила, что на сессиях, когда человек проживает травматический опыт, его тело, ну там, если это ситуация насилия, оно может принимать все позы, которые там были, и, в общем-то, оно все как собирается, когда-то повторяется в реальности, хотя, ну, ничего уже не происходит. Хотелось бы показать? Да. У меня есть вопрос. Я могу смущать, может быть, он будет наивный, потому что, мне кажется, что могут быть все как психологи, тем не менее. С одной стороны, мне кажется, особенно, когда мы занимаемся на соматических классах, мне кажется, это просто мое впечатление, что очень сильно апеллируется потому что никто не знает про мое тело лучше, чем я, да, и, как бы, ну вот, никто не знает, что лучше меня, но нужно сделать. А тут я услышала, что, может быть, у меня какое-то сопротивление вызывает эта мысль, что травма от самого носителя травмы скрыта. Ну, то есть, как это может уживаться вообще, потому что, ну, как бы, в итоге человек, когда ему плохо, он уже знает, что ему плохо, да, то есть, как, как, в общем, уживаются на соматические представления. Ну, вот здесь важно понимать, что есть как-то разное «я», да, то есть есть, как только что сказал, да, коллега до этого, да, что есть, вот, как более привычное, или то я, с которым я больше отождествлен, есть другие части меня, и в том числе я могу быть о них неосведомлен. То есть, в этом смысле, когда мы говорим, что я эксперт, но я при этом понимаю, что я, ну, хороший эксперт знает, что в его области экспертизы есть много чего он не знает. Это признак хорошего эксперта. И это тоже самое касается знания самого себя. Ну, вот я, наверное, только добавлю, что иногда мы знаем, что нам плохо, иногда мы и говорим «стоп», да, или мне это не подходит. Иногда мы знаем, что нам плохо, но не говорим «стоп», потому что, например, мы не умеем говорить «стоп» или вообще считаем, что на самом деле это нормально, мне всегда плохо. Почему мне сейчас должно быть как-то иначе? А иногда мы, у нас это просто не попадает в категорию «плохо». Да, ну вот там, сейчас вы сделаете вдох и выдох, встряхнитесь, я сейчас пример приведу. Да, есть женщины, которые не в курсе, что вообще их необязательно бить. Вот. И поэтому они просто не в курсе, что это плохо, это нормально. Да, и это особенность, в том числе, жизни в этой телесности, в этом опыте. Понятия нормы, понятия «хорошо», понятия «плохо», они категорически перемешаны. Нам очень сложно в этом опыте четко понимать, что мне подходит, что мне не подходит, что хорошо, что плохо, что приятно, что неприятно. Вот эта вот особенность есть просто у многих людей, которые, в кавычки, носят травму в себе. Мне очень понравился вопрос. Ну и, собственно, правильно, да, Саша. Ответ – да. Собственно, это и есть вот эта дверка в травму. Действительно, человек может… Если бы все было просто, и человеку сказали, ты лучший эксперт в себе, и он действительно разбирался бы лучше всего, тогда бы не было проблемы. Как раз основная проблема в травме заключается в том, что я могу долго находиться в дисфункции, находиться в измененном сильном состоянии сознания, не очень понимая, что я в этом нахожусь, делая вещи, которые я бы не хотел делать, переживая ощущения, которые я не хотел бы переживать. Ровно потому, что в какой-то момент, благодаря предыдущим событиям, эти вещи перестали быть неприемлемыми, перестали быть, стали непонятными и так далее. То есть, или человек развился вокруг этого непонимания. И поэтому тут есть всегда, что распутывать. То есть, задача как раз терапии и создать вот эту вот целостную личность, которая в состоянии, ну, целостную, не в смысле там полностью, сама компенсирована или что-то, но создать кого-то, кто может различать. А вот это, а вот так, оказывается, не очень. А вот это, оказывается, так оказывается, вот это вот ощущение сдавленности в челюстях у меня, я могу вообще не знать, что я все время вот так вот. И у меня зубы скрипят ночью. А что, нормально, но вот я ставлю себе такую резиновую штучку, сплю вроде, муж не жалуется, все хорошо же. Но по факту оказывается, что это травма. И что за этим есть какой-то опыт, который мне надо вначале декодировать, понять, что это не так. И это вопрос, который часто не находит ответа, потому что нет вопроса. И в этом смысле осознанность относительно понятия травмы, когда люди читают про то, как у других людей, когда они сталкиваются с этим, это позволяет им как-то и про себя что-то лучше понять. Да, спасибо тебе. Мне кажется, очень какое-то красивое место, которое ты открылся вопросом. Как может человек не знать, что ему плохо? Мне кажется, я вот слушаю, что вообще это очень важное место, и иногда оно помогает выжить. Не знать, что тебе плохо, и просто продолжать жить в этот момент. И мне кажется, это потрясающая способность нашей психики так поступать, и иногда отделяться от тела, и не слышать сигналов, и их игнорировать, потому что мы переживаем очень большую вещь. И мне хочется сказать спасибо, что есть такая возможность. И есть возможность потом вернуться и увидеть. В том числе еще, что хочу привнести, еще, может быть, продолжить эту часть. Саша немножко-то говорил об этом, что есть событие, в основном травматический опыт, он переживается в одиночку, и мы не можем его разделить ни с кем. И это является событием таким прям, да. И именно оно оставляет след. Но когда в этой ситуации появляется кто-то, с кем я могу разделить, получить поддержку, и быть в коммуникации, тогда это становится опытом, и тогда в этом месте есть возможность находить какие-то границы, находить ориентиры, просматривать и быть в более широком опыте, и позволять течь той энергии, которая происходит сейчас. Когда мы находимся в одиночку, как раз этого нет. Наша система восприятия не находит этих границ, не находит этих ориентиров, потому что она решает, на мой взгляд, в этот момент более сложные задачи. она как бы слышит что-то больше и решает вопросы иногда жизни и смерти, а не вопросы хорошо и плохо. И когда там есть решение, чтобы оставаться в живых, то тогда все более мелкие вопросы, которые сейчас мы можем, как здесь, как я дышу, сейчас мы вот это можем принести, они как бы, но они для нас здесь естественные, там состояние большого аффекта этого нет. Там единственное, какой вопрос есть туда или туда. И в какую сторону принимает человек свое решение двигаться, тогда мы уже можем говорить про травму, или мы можем говорить о другом решении выхода. Да, и в том числе, я как-то еще хотела сказать про границу между травмой и нетравмой. И мне кажется, что еще вот это переживание про прохождение через такие состояния, оно оставляет в теле некий паттерн, который видим, который осязаем, и считываем мы другими людьми. То есть помимо того лица, который у меня есть, помимо того моего телесного пространства, появляется что-то еще, что находится за пределами часто моего восприятия. Это то, что, на мой взгляд, является тоже основой клиентской работы и работы в группе, что как будто мы считываем что-то большее, что приходит. И иногда прям я вижу в клиентах такое, что заходит человек, и он так уже идет 2-3 метра от двери, а там за ним еще входит такое нечто большое облако, что я понимаю, окей, да, вот со всем этим, да, мы будем иметь дело, да, мы будем расширять внимание, чтобы это впускать и давать этому место. Вот. Это некий паттерн, повторяющийся рисунок, там, рисунок натяжения в теле, рисунок перестраивания структуры, скорости реакции, ритмики тела, ритмики речи, и вот эти вот очень тонкие моменты перестройки, которые, с одной стороны, позволяют нам быть людьми, с другой стороны, они в какой-то момент сработали как тонкий механизм, поддерживающий вот это глобальное решение оставаться в живых или нет. Вот, наверное, так. Про вот это, что человек входит, и за ним еще целая куча, напомнил анекдот про лягушку, знаешь? Приходит к врачу бегемот с лягушкой на голове. Врач говорит, на что жалуетесь? Лягушка. Да вот, доктор, что так задница прилипла. Я хотела сказать, Саша, когда ты задала вопрос, и для меня он звучал, типа, я же знаю, когда мне плохо, когда мне неплохо, и у меня возник еще более наивный вопрос, ну, как бы более какой-то, может быть, базовый, когда мы говорим слово травмам, вообще, ну, то есть мы и так уже именно это обсуждаем, что мы имеем в виду, но хотя бы это событие какой категории, потому что как будто бы иногда путается или можно спутать травма как переживание, что типа травма — это какое-то чувство, а может быть, если там говорить о переживании, то может быть переживание беспомощности, такой безвыходности, там, что я не справляюсь, и это чувство, а что такое именно травма, потому что чувство можно пережить, и оно закончится, например, да, и вот я думаю, может быть, травма — это поведение, то есть травма — это реакция, а может быть, травма — это способ, ну, как бы, определенный способ восприятия, то есть мое восприятие сформировалось так, мой способ интерпретации мира, или мои отношения с миром, они, ну, как бы, задают, что я какие-то ситуации, в которых там нет опасности, например, воспринимаю как опасные, то есть вот у меня реально возник вопрос — это все-таки поведение или это восприятие, и как-то захотелось отделить это от чувств. Мне может быть плохо, ну, как бы, да, мне может быть плохо, может быть, неплохо, но я могу это по-разному интерпретировать. Когда мне плохо, я говорю мне плохо, может быть, там нет никакой травмы, просто мне плохо. Важно, ты речь сказал, Саша, сейчас, да, что мы не заходим от того, как мы смотрим на себе на боль, потому что меня вот еще слушаю у вас, и я понимаю, что как-то мне близко смотреть на боль и на травму, как на экстенциальную давность на часть жизни. И так как я работаю как феноменологически ориентированный терапевт, это какая-то база, как я, ну, с которой я начинала, и я сейчас понимаю, что мне в хорошем смысле не так важно, вот с каким феноменом я имею дело. То есть насколько он интенсивен, да, я не в виду личной терапии, потому что, ну, понятно, что вдруг мы там не сможем достаточно время уделить этому человеку, да, если его нужно много. И как будто для меня сам термин «травма» в этом месте теряет смысл. Ну, то есть, окей, это сильное переживание, да, мне нужна больше собственная там эффективная толерантность, чтобы сейчас быть человеком. Или у тебя не меньшее. Ну, как будто, где не обязательно назвать это, мне нужно назвать это. Да, то есть я скорее буду реагировать из тех чувств, которые есть, на эти чувства потребности, запрос в первую очередь, да, с которыми человек пришел. и я вот сейчас понимаю, что я вообще слово «травма» не использую вообще, да, то есть я как будто для меня... Хотя я очень много ходила на разные про травму вещи, а потом перестала ходить, потому что каждый раз я не могла понимать, не могла понять, а зачем мне называть вот эту, эту совокупность переживаний именно травмой. Да, и я вот с таким вопросом сижу, как будто я... я каждый раз смущаюсь среди коллег, когда они говорят о травме, а я как будто такая говорю, а это часть жизни, и я с ней тоже буду. И как будто я немножко тупенькая на этом месте. Но мне правда не помогает это слово работать вообще. Оно скорее меня смущает, да, будто я что-то сейчас не понимаю про друг другого. Я, да, вот хочу добавить, наверное, из-за того, что я вижу, наверное, конкретно прям про слово травма-травма, в моем видении это прямая угроза целостности, прямая угроза, да, телу в системе координат безопасности. И когда мы смотрим на это слово, когда у нас все хорошо, да, когда у нас есть крыша над головой, у нас есть реальность, в которой мы можем доверять на ближайший час, день, две недели, месяц, да, сейчас этого больше. Если вспомнить, например, да, когда начинался ковид, мы не понимали, что будет в конце недели, и ждали, да, что будет что-то, что поменяет все наши условия взаимодействия друг с другом. Это было другое место. И, ну, как-то хочется вот добавить, да, на твой отклик, что все-таки есть эти места, как бы есть эта часть реальности, где другой уровень жизненности, да, другой уровень, другой уровень реакции, наверное. Ко мне редко приходит в момент угрозы физически, да, скорее, ко мне приходит потом, когда появился ресурс с этим быть. И вот когда наступает это потом, ну, вот, конечно, я говорю, да, то есть я не виделась приезжаю, конечно, если есть непосредственная угроза, это несколько другая, это такая кризисная работа, это через вот эти истории, когда мы работаем в моменте, да, и туда, это надо отдельно. Ну, вот, мне кажется, это хороший переход как раз здесь, потому что, ну, как раз ты же, да, ты же, ну, кроме того, что ты работаешь как терапевт, да, индивидуально, то есть все-таки очень много специализаций именно в перформансе, в творческой активности, в использовании перформанса, в том числе как отчасти терапевтического инструмента. И мне хотелось для продолжения нашего обсуждения дискуссии сменить чуть-чуть угол, и такую я вспомнил цитату Габриэла Ротш, которую многие здесь знают, многие здесь любят, такая красивая, как всегда, у него цитата о том, что преврати свою боль в искусство, преврати искусство в понимание, преврати понимание в действие. И вот этот момент, а что это такое, преврати свою боль в искусство? Как это может быть? Какая роль как раз креативных методов, какая роль создания искусства, создания красоты? Вот в нашем способе обращения с тем переживанием, которое мы можем называть травмой или можем не называть. То есть вот с этой большой интенсивностью боли, экзистенциальной или ситуативной. У меня, вот я не знала этой цитаты из Габриэла Ротты, и вот все, что дальше туда уже к действию, мне нравится. А вот это вот первый шаг, меня прямо, он попал в какие-то, в мой опыт работы профессиональной. Вот это вот превращение, оно уже бывает разного рода, понятное дело. И, например, у меня был опыт работы неожиданной совершенно, я же ни минуты, ни театральный коуч, и вообще не знаю, что это такое, но я как-то вот оказалась вовлеченная в такую роду, такого рода работу. И для меня был отдельный шок, да, там молодые актрисы, все свелось в результате к репетированию просто каких-то кусков роли. Но я была в шоке, узнав, что их, как их учили играть, как их учили сотворять, не знаю, искусство. Найди свою травму, значит, расковыряй ее, и вот на этом играй. То есть играй на боли. Значит, ты вот... Ну вот это вот все. Короче, найди свою травму, значит, и преврати ее в искусство. И вот это вот... Зачем так-то, когда можно легче? Зачем транслировать, превращать в метод свою собственную болячку, да, когда можно другую болячку, да, там школу Чехова. И в этом смысле вот это вот очень такая, очень тонкое место, да. И очень часто, когда мы говорим про превращение боли в искусство, и опять же, если мы говорим про терапевтическую, там, околотерапевтическую работу, да, получается... Самый главный страх, что как только у меня перестанет болеть, я стану абсолютно никчемным творцом. Я не напишу ни одного стихотворения, я не нарисую ни одной картины, я не... я не знаю... не буду прекрасным музыкантом, да, вот... Тот же самый дельфин, он вырос, и все... Все перестал быть... Как бы перестал быть дельфином, да, или там все эти ребята, которые прошли через терапию. Они, конечно, лучше сейчас живут, но мир потерял огромное количество прекрасных творцов. Да, и вот... Вот эта вот история... Я, на самом деле, не знаю, как с ней обходиться, но... Вот я просто не знаю, я просто понимаю, что я буду... Да, и при этом, конечно, творчество в этом месте, оно... Вот этот вот момент, когда я... Ну, вот как, собственно, на танцевальной терапии работает, да, или там какая-то другая, да, когда я эту боль... Вот я ее отстраняю, да, и тогда я могу с ней дальше взаимодействовать, да, то есть это уже piece of art, а не мои кишки и сопли, тогда с ними можно уже как-то просто иметь дело. То есть в терапевтическом процессе, да, а вот по жизни я не очень понимаю, честно скажу. А в искусстве не очень понятно. А в искусстве не очень понятно, да. Да, для меня это такое тоже, наверное, скорее теоретическая история для меня, как я это вижу. Но есть там классический пример, допустим, Анна Халприн, да, которая превратила боль в искусство, и через это прожила и боль, и все, что за этим стояло, да. Человек, который вытанцевал из себя рак, да. Есть действительно такие патологические способы самореализации проявления искусства через постоянное раздирание себя, через обращение к точке боли, и это явно не то, о чем говорится в изначальной цитате. Очевидно, все-таки речь идет о каком-то более терапевтическом, что ли, сеттинге. То есть это искусство, которое сфокусировано, которое является лекарством. Вот. Это немножко его принижает, делает его сразу же искусством для, а не искусством для себя самого. Вот. Это искусство становится функциональным. Искусство как способ выражения для чего-то, для того, чтобы исцелиться. Это такая вот грань, такая острая, где можно побыть и почувствовать, как тут. Я всегда предпочитаю быть вот именно на этой, может быть, менее интересной, терапевтической, скучной стороне, когда для меня способ выражения человека внутри сессии, например, это функциональная история. Мне надо, чтобы та энергия, которая в нем была, вышла. И я ему буду предлагать определенного рода вещи сделать. Вот. У меня нету возможности, там ему, как он лежит на кушетке, предложить потанцевать, условно говоря, но я могу ему предложить сделать какое-то движение, или сказать какое-то слово, или что-то выпустить каким-то образом, которое, в общем случае, я буду более-менее даже обрамлять этот способ выражения, хотя мне нравится идея, чтобы у человека был больше доступ к тому, чтобы он мог это выразить. И это будет иметь именно роль в каком-то моменте разрядки, роль соединенности, играть роль соединенности с тем материалом, который в нем есть. То есть через форму, которая в человеке рождается, он наиболее тонко может попадать в себя. Вот что. То есть он, когда глубоко с собой соединяется, у него находится способ, как вот эту боль, которая меня как терапевт интересует, на которой мое внимание сосредоточено, он может ее вынести максимально наружу. И в этом смысле, мне кажется, хороший терапевт это тот, который может подвести, показать, обозначить, что это. когда вам говорят, а вот вы это чувствуете, и человек действительно похоже на это, на самом деле раньше я этого не замечал, и появляется возможность выразить. Но в итоге, конечно, всегда это остается за самим человеком, который проживает это, как он глубоко сможет соединиться с этой болезненностью и выразить ее своим способом. Выражение, безусловно, огромную ценность терапевтическую имеет, по сути дела оно как будто пробку пробивает и создает возможность дальше всему живому, что там есть, начать дышать. Это то, что я на постоянной основе наблюдаю во время сессии. То есть, это ровно так собственно и происходит глубокой терапии. Так вот для меня. А есть ли опасность в этом для тех людей, у которых пограничное расстройство или ТСР? Вот. У меня просто я транзотерапевт, клинический психолог. Я сейчас работаю с группой, в которую набрались прям вот много таких и у меня много тревоги в плане того, что конкретно, как с ними работать и насколько глубоко, насколько, ну в общем, если есть возможность здесь предмышлять на эту тему, мне что-то рассказать. Вот я, к сожалению, про групповой сеттинг ничего не могу сказать. Я был бы в панике, если бы мне предложили вести группу людей, которые имеют такого рода даже опасность иметь ПТСР или какое-то пограничное расстройство в индивидуальном сеттинге, это очень тонкая история, это все-таки очень во многом на интуиции базируется. Я всегда знаю, какой объем человек, как мне кажется, по крайней мере, у меня не было таких психотических эпизодов на кошетке ни разу, которые не выводили. Но тем не менее, тут надо быть очень точным и действительно создавать и поддерживающую среду, и знать, в общем догадываться, что то, что с человеком происходит, это не начало раскручивания какой-то там большой спирали, а что это именно что-то, что поднялось и готово разу. Ну, это тут сто процентов никогда не скажешь, это именно личный опыт, видимо, в моем опыте. Я просто поняла, что для меня это сама фраза про боль как источник творчества, искусства. То есть у меня вдруг в какой-то момент схлопнулся, возникло вопрос, а вот то, как мы про это говорим, и какие нарративы мы туда предлагаем, и какие мы сейчас обсуждаем, это же тоже результат нашей коллективной истории. А почему нужно танцевать боль? Почему обязательно про боль? Почему мы не можем танцевать радость? А потом я понимаю, что у нас культурно пока нет такого опыта особо. Мы в основном культурно как-то вокруг этого крутимся. Это просто такое в сторону совершенно. Хорошо, я думаю, наши щелки дойдут. у меня был первый отклик на твою цитату, такой, да, да. Вот, и, ну, я очень чувствую, что боль, когда она имеет возможность быть выраженной, когда она имеет свободу быть выраженной, она не превращается в паттерн. Да, в моем опыте достаточно, много лет танца контактной импровизации, в том числе с опытом падения с плеча партнера вниз лицом, там, ну, не очень позитивный опыт, которым, у него была тенденция, там, я понимала, что, да, я сейчас могу остановиться на несколько дней, не танцевать, приводить себя в порядок. И после этого я осталась на джеме, я два часа танцевала, я протанцовывала, я поняла, что, да, это будет синяк, да, еще что-то, но тело в этот момент по-другому реагирует, когда у него есть, у тела есть возможность во всем объеме это переживать, с теми чувствами, которые есть, я достаточно ясно осознаю свои границы, чтобы заступать во взаимодействии с партнерами в этот момент, то есть, ну, там, много, да, этих элементов безопасности, было соблюдено, но вот этот момент, который имеет творчество, он не останавливает поток, он не останавливает этот заряд, который пришел с травмой, пришел с болью, если мы его не останавливаем, даем ему творческое выражение, то, ну, здесь больше свободы и больше возможности, там, я скажу, со стороны тела, да, не замыкаться, не контейнировать в себе, а дать то, о чем Паша говорил, да, дать этой энергии выход, дать этой энергии и переживание, дать этой энергии землю, в том числе, через тело, через движение, и, мне кажется, там, танец, это один из лучших способов пережить, один из лучших способов реализовать и отпустить, вот, да, дальше, дальше много вопросов к границам искусства, да, что мы называем, да, потому что, тоже искусство, основанное на боли, оно иногда ему, можно сказать, да, иногда, хорошо бы понимать, да, куда мы его дальше несем, какое следующее действие с этим. Естественно, я, ну, понятно, что у меня тоже, на эту цитату отклик, да, но здесь есть такой важный очень момент, да, что действительно есть очень разные контексты искусства, да, что есть контекст искусства как-то некого творческого продукта, у которого, вокруг которого и творческих продуктов, существующих в нашей культуре, есть определенный дискурс, и вот действительно, да, что без конфликта нет сценария, нет произведения искусства, конфликт базируется на, в том числе, на боли, и так далее, и так далее. Другое искусство, которое есть, оно, другое, да, какое-то созерцательное, медитативное искусство, оно из другой культуры, мы его плохо знаем, которое рождается из других источников, но вот понимать, что есть другие дискурсы, другие источники, вот это вот важно. А в нашем контексте, в контексте такого больше, то есть важный еще момент, что мы наследники такого индивидуалистического общества, да, там есть фигура творца, и это тоже, мне кажется, важно использовать, что как раз искусство для того, чтобы укрепить, что это я создаю, не просто я делаю, а я еще и создаю это. То есть вот этот акцент, он может быть полезен как возвращение агентности, способности быть агентом действия. И вот если мы акцент вот на этом, что у нас искусство это не продукт, а процесс, и тогда и важен не только, что я творю, но и кто создает, кто танцует. Тогда появляются вот этот вот уже, ну что ли, другие смыслы, другие дискурсы, другая история. Да, это при этом мы, ну, может быть, важно расслабиться по поводу продукта, да, хотя иногда с продуктом все хорошо. и в этом случае тоже. То есть он вполне, вполне, вполне. Вот. И вот этот, то, где лежат акценты и как мы понимаем в этом смысле искусство, это важно. то есть если мы в этом смысле берем акцент от тех, а кто творит, а действительно ли появляется и укрепляется ли вот эта вот моя способность действовать, моя способность быть автором своих действий, вот это, мне кажется, тот мостик, который связывает терапевтический контекст и контекст искусства. Да, прокомментирую. Я просто завтра буду проводить мастер-класс, вот я вот не могу вас очень чувствовать. Там будет часть такая поэтическая про хайку, ну, хаку, хайку, знаете, это японская поэзия. И вот, ну, ты сейчас как-то разделил, вот есть там какая-то индивидуалистическая западная, драматичная часто, там какая-то такая вот история и такая вот созерцательная восточная, но вот, знаете, восточная тоже нам может быть разная. Вот я хочу два стихотворения, я просто сегодня пока там как-то Дубова выписал несколько стихотворений моего любимого поэта Иссы. И вот два стихотворения. Одно. В заросли в сорной травы смотрите, какие прекрасные бабушки любились. Как бы у этого стихотворения один источник, да? Мы слышим какой-то источник. Второе стихотворение из моих любимых. Наша жизнь росинка, пусть лишь капелька росы в нашей жизни. И все же про это стихотворение нужно знать, каков его источник. Это стихотворение написано на смерть маленького ребенка, сына Иссы. И вот здесь для меня важно как раз, что у поэзии действительно может быть много источников. И поэзия любая, танец, любая форма искусства, очень важно, что это именно форма. И вот здесь хайку, чем, например, она такая замечательная, что ли? Что это очень лаконичная форма, что это очень такая худческая форма. 17 логов. 17 логов нужно уместить что-то в них. Нельзя выходить из-за предела. То есть, ну, закон такой. И получается, что вот человек, а у человека есть переживание. Он видит бабочек, которые у нас замечает. Или у него сын у нас. И вот тогда он, и дальше вопрос, что я делаю с этим? С этим переживанием или с этим переживанием? У него есть форма. У него есть форма, которая создаёт берега, как бы, для этой реки, по которой может протечь поток чувств. Вот у реки должны быть берега, иначе река не течёт. Понятно, что этого нужно учиться. Ну, вот Исау, у него очень было столько, у него было, по-моему, семеро детей. Из них шестеро умерло, и только одна дочь выжила, и она родилась, когда он То есть, жизнь тяжёлый человек, Но вот такие стихи, вот, или ещё одна. Всем сердцем я чту, отдыхаю, полдневный жар, людей на полях. вот это как бы из другой точки. Он писал обо всём, он будет видеть что-то, и у него это течёт. Вот, здесь, мне кажется, вот как раз, моя мысль основная вот о том, что, если у нас есть форму какие-то, и вот это как раз навык создавать определённую форму, через которую могла бы течь любое чувство. Тогда вот, тогда мы цепим, это жизнь. про то, что там вот, ну, или вот ещё, ещё это, можно вообще? Просто ещё характерно. Громко пупнув, лошадь подбросила кверху светлячка. Понимаете, это тоже его стихотворение. Вот человек просто, вот он ходит и смотрит на жизнь, на мир, и чувствует всё время, чувствует. Вот лошадь пёрнула, он вот событие. Вот, значит, тут люди работают, а он лежит, отдыхает. Он говорит, вот событие, вот у меня какие-то чувства светят, но у него есть форма, когда он всё это, как он всё это оформляет. И вот эта форма проводит его чувства. И мне кажется, вот здесь, если мы говорим о практическом смысле искусства, что имеет смысл для себя искать приемлемые формы, которые нам будут помочь проводить жизнь вообще в целом в разных местах. И это отчасти отклик на твою, то есть как бы очень ясная форма. вообще, конечно же, нужно оцикровизе отдельное, если ты приводишься. И нужно понимать, кому пойти на оцикровизе. Вот. Но вот есть качество общего направления, конечно, чёткое, очень ясное, понятное, и в то же время вмещающее много содержания формы. отреагирование. коротенький премьер? Да. Павел, просто, да, возвращаясь к вопросу, с чего начинался дискусс, вы говорили о таком терапевтическом отреагировании, когда клиент, человек просто выражает свою боль или не боль. И там о создании произведения искусства для меня как раз-то в контексте терапевтическом в одной стране важна вот эта форма. потому что если мы немножко возвышаемся над просто отреагированием, да, я приношу их там на площадку после духовности, то именно когда мы создаём творческую форму, включается ещё какой-то слой, да, такой духовный слой. Я уже не просто страдающая женщина, я ищу там, окей, что у нас общего? Много женщин страдали, где тут архетип, что я несу зрителю, что я несу на сцену? И вот эта многослойность, да, когда мы создаём любой творческий продукт, там есть не просто моя боль, которую я несу по каждому, потому что так далее, это такая терапия, это немножко другой процесс. И именно вот наличие формы, именно работы с формой, она и является как на парадоксалье терапевтической целитикой, для меня. Ну, это так, я просто пошла. Да, сейчас или я бы, не знаю, сказать или спросить. Да, сказать. Не Аксимия, потому что просто какой-то ещё акцент может быть добавить, почему? Мне кажется, что может быть эстетизация более, но мы тогда как будто остаёмся внутри, что-то, в событиях, то есть внутри чего-то, что уже известно. То, что происходит в творчестве, как искусстве и творчестве как периодетическом творчестве, это какой-то, это шаг туда, где ещё меня не было, или это создание того, чего ещё никогда не было. Это что-то, это что-то неизвестно, то есть шаг и сапог вот это как-то. Вика? Да, я тоже намного хотела откликнуться, и первое, то, что возникало в процессе, когда обсуждали про боль, я замечаю, я веду класс, в котором используются краски как форма и холст как форма, в которой можно разместить всё, что приходит. И раньше я замечала такую тенденцию, что многие не приходят на класс, потому что не чувствуют радости, потому что они себя плохо чувствуют, потому что сейчас переживают боль и печать. Последний год-полтора я вижу другую тенденцию, приходят на класс, чтобы проживать себя в любых чувствах. И это такое смелое переживание встретиться. Но что ещё более важно после выражения, это быть увиденным в этом. Ну, то есть интеграция этого опыта с другими, с партнёром, с терапевтом, это неотъемлемая часть, чтобы пройти дальше. Ну, то есть чтобы мало просто выразить, мало выразить как искусство. Ещё важно быть увиденным в этом и побыть, поговорить про это, пережить это. Потому что иногда вскрывается именно на моменте замечания. О, Боже! Вот. И мне тоже очень отвлекается. Завтра у меня тоже будет класс про это. Про краски и форму выражения разных состояния. Спасибо. Да, Саша. Интересно, что я в тот момент проснулась и больше мне не хочется спать. А то прям было неуправляемо. Я подумала про творчество. То, что если вот у меня была ситуация, которая оставила в моей психике такой отпечаток и такие паттерны я создала из неё. Это как бы что-то прошлое, что я с собой тяну, и я как бы жертва произошедшего. но так как оно в прошлом я ничего с этим не могу поделать. А когда я занимаюсь творчеством, получается, я наконец-таки нахожусь настоящим. И я что-то могу поделать. Раз я делаю, значит, я что-то могу поделать. Я могу создать там какой-то свой мир, может быть, по каким-то новым правилам. Но вот именно я сейчас подумала о присутствии в настоящем и о сотворении чего-то в настоящем, как выход из этого оглядывания назад постоянного. Ну что же, мне кажется, что у нас была такая, судя по тому, что заснула, проснулась, значит, цикл какой-то завершился. У нас было достаточно многомерное, на мой взгляд, многостороннее такое обсуждение. Опять-таки, еще раз, у нас нет задачи установить все. У нас могли наблюдать очень разные позиции или чем-то разные позиции. Мне кажется, что сама возможность говорить об этом и слушать друг друга уже это создает очень многое. И я надеюсь, что какой-то процесс продолжится в куларах, что-то из этого вы возьмете для вашей практики, для вашей работы. Спасибо всем, кто присутствовал, спасибо тем, кто говорил, спасибо тем, кто слушал. Без вас нет смысла говорить, если вы не слушаете. И мы на этом завершаем. И да, здесь свободное время. Как-то не ждите, идите и творите. Это еще один класс, который будет завтра. АПЛОДИСМЕНТЫ . АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ